И мое предложение к праздничному столу – это перепелки, чтобы не ронять слезы. Все, я перемешиваю нашу подушку, неважно как, я положу спинками. Стоп, а вода где? Юперный театр. Вот и сказочке конец, хотел сказать. Друзья, помните, что она очень сильно смахивает на дичь. Смотрите, корочка образовалась. Смотрит изумленным взглядом, и вы так хоп, и открываете этот колпак. Так, ваш праздничный стол запомнит надолго. Друзья, я рад вновь вас приветствовать у себя на кухне, на кухне с Алексеем Борисовым. И сегодня мы продолжаем серию предновогодних рецептов. И мое предложение к праздничному столу – это перепелки. Готовить будем в восточном стиле, с применением шафрана, зиры, меда, сочетание вот этого сладкого, соленого. Добавим орехов. В общем, вы сейчас все увидите. Я предлагаю начать прямо сейчас. В холодную сковородку мы нарежем лук четверть кольцами. Лук у нас будет выступать некой подушкой для перепелок. Мы сейчас положим лук, как бы закрыв все дно, насытим его вкусом, вкусами и ароматами, сладостью меда, ароматами специй. И сверху уже положим перепелку и будем ее утушивать минут 40-час. Кстати говоря, буквально недавно в одном из роликов я спрашивал… Кстати, ролик про французский луковый суп. Здесь вот он появится по ссылке. Я спрашивал, что же нужно сделать, чтобы не ронять слезы. Мне приходили несколько вариантов ответа, некоторые из которых я попробовал, такие как жвачка, еще там что-то, и оно, честно сказать, не помогло. Еще был один совет – это включить вытяжку. Но у меня, к сожалению, вытяжка находится сзади, и должного эффекта от нее ждать не придется. Пожалуйста, напишите, что еще можно использовать, чтобы не плакать, когда режешь лук. Итак, лук я дорезал, нож убираю в сторону, сковородку включаю и начинаю ее разогревать. Добавляю воды, буквально полстакана. Кстати говоря, горячая вода мне нужна еще и в орешках. Я хочу их бланшернуть, поэтому залью небольшим количеством горячей воды. Пока я буду закладывать ингредиенты в сковородку, кожура в орешках начнет отходить от самого ореха. Все, кладу лук, закладываю в сковородку. Далее я положу сливочное масло, грамм 50-70. Все, я начинаю обогащать наш лук, нашу подушку вкусами. Первое, я немного посолю. У меня сразу лук даст сок, даст свою сладость, что, несомненно, мне необходимо. Далее кориандр или кинза. Смело насыпаю, может быть, чайную ложечку. Смесь перцев. Тоже пол чайной ложечки спокойно можно сюда насыпать. Черный перец дает пикантность. Далее. Очень мало восточных рецептов у нас обходится без зиры. Несколько семян. Этого будет достаточно. За зирой у нас идет шафран. Вот такую смелую щепоть кладу к нашему луку. Меда 1-1,5-2 столовых ложки для сладости, для оттенения вкусов. Пока у нас здесь все расходится, я перехожу к орехам. Я снимаю с них вот такие вот, таким образом кожуру. Процесс бланширования как раз и подразумевает короткое взаимодействие с горячей водой. Друзья, удалось мне почистить орехи, однако скажу наперед, что лучше бланшировать это, то есть отдавать кипятком заранее, хотя бы там за полчаса, за час. И тогда кожура слезть гораздо проще. Погружаем их к луку. Все, я перемешиваю нашу подушку и смело отправляю наши перепелки. Неважно как, я положу спинками вниз и в процессе жарки я буду их перекладывать. Естественно, я не забыл посолить хорошенько. Доливаю воды, где-то полстакана, и накрываю крышкой. Посмотрите, какая картина. Настало время перевернуть наших птичек. Они немного пожелтели. Это мед, это лук, который у нас карамелизируется. И у нас даже подрумянились. Посмотрите, птички. Я думаю, что за вторую половину времени мы добьемся такого цвета со всеми птичками. Друзья, я совершенно забыл положить корицу. Я положу сюда три палочки. Они дадут особую пикантность. И где-то одна столовая ложка куркумы. Куркума – это та самая восточная специя, которая практически везде используется в восточных странах. Так, закладываю. И при помощи кипения она должна разойтись по всему блюду. Сейчас я полью нашим соусом перепелки, чтобы эта сторона тоже насыщалась ароматами. Все, и убираем еще на 20-30 минут. Вот и прошло то время, которое мы отводили перепелкам. Мясо отошло от костей, а значит, они полностью готовы. Почему не стоит пренебрегать ко времени приготовления перепелки? Ведь нам кажется, что она очень маленькая. Друзья, помните, что она очень сильно смахивает на дичь. Мясо темное, жесткое. Поэтому приготовить вот в таком формате, томя, не спеша, очень важно. Смотрите, корочка образовалась. Ну, не кайф же, да? Приятный желтоватый цвет. Оставляем в сторону. И я сейчас хочу немножко загустить наш соус. Немножко муки обеспечить вязкость нашему соусу. Буквально пару столовых ложек, больше не нужно. Я начинаю перемешивать, и соус загущается на глазах. Буквально 2-3 минуты, и мы готовы выходить на подачу. Итак, что нам нужно для выкладки? Теперь я возьму пергамент по старой традиции со мной и выложу пару перепелочек. Две штучки нам будет достаточно. Раз. Вот они. Одна за другой. Два. И соус. Я его выключаю. Все, что мне нужно, уже произошло. И мы выкладываем вот эту вот луково-ореховую массу на наши перепелки. По вновь образовавшейся традиции мы запускаем дым. И вместе с ним аромат копчености под колпак, где сейчас собрались наши перепелочки. Представьте себе, вы выносите вот так вот блюдо своим гостям, и они не знают, что там находится. Вот насколько это эффектно? Поставьте, пожалуйста, не знаю, от 1 до 10 в комментариях, как вы к этому относитесь. Пришли, они вот сидят перед вами, смотрят изумленным взглядом, и вы так, хоп, и открываете этот колпак. Вот с такой шапкой дыма. А здесь перепелки. Ну вот и настал тот момент, когда мы можем смело взять вот так-то и оторвать перепелки ногу. Она, кстати говоря, очень легко обходит. Нежнейшее мясо. Ни в коем случае не напоминает никакую курицу. Это просто бомба. И вот эта пикантность от специй, сладость от меда, ну вот это еще, оришки, зира. Это однозначно необычно. Прямо реально вкус Востока. Если вы пробовали это, значит, вы поняли, о чем я говорю. А грудь, интересно, у нас получилась сухая или нет? Вот так мы грудку оторвем. И грудка классно получилась. Одна перепелка на одного гостя. И ваш праздничный стол запомнит. А вы будете слыть в компании, как кулинар с большой буквы. Не бойтесь, экспериментируйте. Ведь за это вас никто не накажет. Даже если что-то не получится. Ну, а я с вами прощаюсь. Я благодарю вас за просмотры. А ведь это поставьте лайк этому видео. Поделитесь им со своими друзьями. И здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok